Герой нашего следующего сюжета – воспитанники Сбербашского детского дома. Вот уже 10 лет они не могут получить положенные им квартиры. В очереди 186 человек. И это только в Сбербаше. Всего в регионе заветные квадратные метры ждут порядка 3000 воспитанников детских домов. Почему очередь до всех никак не дойдет и как будут решать проблему, выяснила наш корреспондент Сакинат Малаева. Небольшая кабинка для отдыхающих на пляже теперь для Балата стала местом, где он может переночевать. Здесь нет условий для долгого проживания, но он рад и этому. Говорит, ему не привыкать к спартанским условиям. Снимать квартиры молодой человек вынужден вот уже 10 лет. По закону он должен был получить жилплощадь еще в 2011 году. Я нахожусь на берегу, на городском пляже. В ожидании заветной жилплощади также родные брат и сестра Балата. После детского дома каждый выбрал свою дорогу. Сестра устроилась работать на рынок. Братья учились. Балат изучал языки хорошо, говорит на французском и испанском. Его брат Алихан по специальности ландшафтный дизайнер. Но сейчас временно работает пастухом. Я работал там в Туле. Просто как начался вот этот коронавирус, из-за этого там работы уже потихонечку меньше стало. В органах опеки города у Малатовых хорошо знают. Здесь Балат в поисках справедливости – частый гость. Но каждый раз молодой человек слышит об очередных сложностях в приобретении квартиры. И на этот раз его очередь наступит в лучшем случае только в следующем году. В 2021 году доведены лимиты 34 миллиона 185 тысяч рублей. Из них приобрели 15 квартир. На остальные жилые помещения комитетом Республики Дагестан и на оставшиеся деньги уже объявлены торги. И по результатам, если объявятся физлицы, юрлицы, которые хотят нам продать свое жилье, с ними будут заключены муниципальные контракты. Основная проблема, по которой не удается – освоить все средства по дорожанию квартир. По информации Министерства образования, вопрос будет решаться только после корректировки республиканского бюджета. Денег у них есть. Я же опять-таки говорю, что у них была одна стоимость. Сейчас будут уточнения бюджета, и у них будет увеличение стоимости приобретения жилого помещения. Уже будет 1 миллион 600 тысяч идти на жилое помещение. Хотя 29 получат жилых помещений по городу Избербаш, они идут в 33, 34, 35 в очереди. Но есть такие граждане, которые есть в списках, но находят за пределами Дагестана и приехать не могут договор заключить. Соответственно, их очередь на следующий год может перейти и уже следующее обеспечится жильем. Вот таких там пару человек есть, и, соответственно, за счет них они даже могут в этом году попасть. Если в этом году они не получают, то в следующем году они уже среди первых будут идти на получение жилья. Проблема, обеспеченная детей-сирот жильем в республике, актуальна. Решение её – это одна из приоритетных задач правительства. Сегодня в регионе в очереди на квадратные метры от государства около 3000 воспитанников детских домов. В этом году жилье получат 485 человек. Сагант Малаев, Гаджи Магомедов, Махарбека Мариев, Вадим Шамхалов. Время новостей.